700 тысяч рублей пыталась перевести доверчивая жительница Наринмара за сомнительную услугу. Мошенники убедили перевести крупную сумму денег за чудодейственные молитвы, которыми, по их словам, можно излечиться от множества болезней. Это уже далеко не первый случай мошенничества в округе. Жертвами преступников становятся самые незащищенные слои населения – пенсионеры. Путем телефонных звонков они выходят на жителей нашего города, сообщают им информацию о том, что благодаря, допустим, пенсинопияниям, по телефону, который они проводят, трансляцию, которая длится полтора часа, благодаря этому пенсинопению человеку становится лучше. Наши люди идут на данную сделку. За данные услуги нужно, как говорится, те люди просят, так называемые правонарушители, просят возмещение денежных средств, то есть, как говорится, заплатить за оказанные услуги. Суммы этих услуг, они очень большие, значит, в пределах 100 тысяч, 200 тысяч, а то доходит до 700 тысяч, бывает 500 тысяч. Значит, денежные средства нашими гражданами переводятся через банк, ну, я имею в виду, приходят в банк, переводят путем транзакций через Бербанк, через Петркомец иные банки. Поймать преступника порой очень сложно, так как действуют они не напрямую, звонят из других регионов России. И, к тому же, мошенник всегда может ответить, что пожертвование было добровольным. Я, конечно, хотел бы попросить жителей города Наримара, особенно получается, если я сказал, что возрастная категория наших потерпевших, она большая, значит, именно детей, обратиться к своим родным, я имею в виду, к бабушкам, дедушкам, родителям, и посмотреть их транзакции, то есть переводы денежных средств куда-то в другие регионы, то есть Москву, Санкт-Петербург, там, иные, большими суммами.